Девушки отдыхают 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 Она говорит, ну не может быть, да я еще посмотрю. А потом она все-таки сказала, что это ахондроплазия. А я говорю, что это такое? Ну и потом они все мне написали и сказали, что там голова чуть больше, ручки маленькие, ножки. Вот еду я одна с этим ребенком внутри и свет перевертается в середине. Ну приехала домой, я говорю, потом я уже дома плакала, мужу сразу я не могла сказать это. Да, думаю, может бросит, может не спримет. Подождите, а он мог бросить? Ну от каждого мужчины может всякое ожидать. Кто вас успокоил? Как вы, собственно, заставили взять себя в руки? Муж успокоил. А, так вы все-таки сказали ему? Да, муж успокоил, он сказал, что... Ну я говорю, таких деток даже в интернат сдают, а он сказал, никакой интернат. Она там будет мучиться, и я тебя скорее оставлю, но ребенок будет мой. У меня... Слушайте, но тем не менее вы ведь себя уже успели так накрутить, что у вас случился микроинсульт. Микроинсульт был после родов в роддоме. Просто я не могла слова вспомнить, но потом дали мне, ну, витиску от давления, и у меня прошло. Ну я помню, что память пропадала, и говорить я не могла. Невозможно представить, конечно, чувство матери, которая узнает, что у нее еще не родившегося ребенка страшный диагноз. Ее дочь Карлик. Конечно, наша героиня в отчаянии. Она не понимает, почему, собственно, почему это произошло именно с ней, именно с ее ребенком. Потому что ведь каждая мать хочет для своего ребенка лучшего будущего. Наташа, ну вот скажите честно, вы стеснялись своей дочке только вот когда родили ее? Не. Но ведь вот некоторое время, насколько я знаю, первое время после рождения, вы не выставляли фотографии своей малышки в соцсети? А, ну да, потому что не выставляют даже, чтобы не вреклы маленького ребенка. Ах, вот только с этим было связано. Ну и, ну и может с этим. Да, люди в мене вот сколько знакомых есть, то все смотрят на нее, все говорят, что она здоровая. Угу. Потому что я даже в интернете читала, что эти такие люди с ахондроплазией, они родятся буквально, они сильно не отличаются от нормальных людей. То есть вы совершенно никак не стеснялись своего ребенка? Ну я не выставляла, да, я не дуже ее выставляла. Но я потом, потом я познакомилась с Санкт-Петербурга с Аллою. И я дивлюся, в ней тоже такая хворая дитина, и в ней такие шикарные, гарные фотографии. Просто иначе у слова не подберешь, ну, такие гарные фотографии. И я думаю, а что же я не могу сфотографировать с ведмедиком? То есть получается, что, конечно, вам необходимо было какое-то одобрение. Сами вы не решились выставлять эти фотографии? Ну, я даже не знаю, я так, я может, потому что она хвора не выставляла фотографии, а может, потому что говорю, что эти детки такие. Но ведь вы были совершенно не уверены, ведь вы же, например, сказали, что абсолютно не были уверены в вашем муже. Вы боялись, что он вас бросит. А не то, что боялась, не боялась, я знаю как. Что вы знаете, вы ошиблись. Он вам ничего сказал, смотрите-ка. Не в жизни не брошу, как его, дочь свою. Тебя, мол, брошу, а дочь нет. Итак, пока муж на заработках, пытаясь действительно, как можно больше денег заработать на лечение дочки, жена ведь тоже не сидит без дела. Внимание на экран. Казали, вот тут добре растирать дубку, и от дубки идет цей. От дубки идет обмин речовин лучше сюда. Кровь тоже. Да, 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 да. Вот так я ее тут растираю. Лекарь мне тоже делает. И я все говорю, ему, ну что-то поможет, то и массаж, или не поможет. Но делать нужно, надеяться нужно. Вы даже готовы делать сложную и опасную операцию? Ну, операция, вытяжка, аппараты Елизарова ставят, а операцию делают. Ну, ведь она такая болезненная, ведь там, по-моему, кости ломают. Да. Но если операция не даст результата? Ну, как не даст? Вот многим людям роблять, и я, ну, сделаю, сделаю. Слушайте, а почему бы не оставить все, как есть, и не принять дочку? Какой она есть? Какой вам ее Бог послал? Ну, это уже философия такая. Ну, как философия, это жизнь ребенка, Наташа. Ну, это жизнь ребенка, но, ну, как? Итак, друзья, тема нашей программы о «Дети-карлике принятии или ломать». Мы узнали, что у Наташи родилась дочка-карлик. А я говорю, что вы там высматриваете? Семья Наташи всеми силами собирает сейчас деньги для того, чтобы сделать свою дочь, как они говорят, нормальной. Мужу сразу я не могла сказать это. Но на что они обрекают своего ребенка? На выздоровление или на мучение? Наша следующая героиня ни на секунду не сомневается, что она сделала однажды правильный выбор, когда отправила свою дочь в операционную. Встречайте, пожалуйста, Марина и ее дочка Арина. Значит, Марин, что вы чувствовали, когда врачи, по сути, ломали вашей дочке кости? Самое страшное это было ребенка отдать именно первый раз, когда три года, потому что они как бы маленькие. Это где-то 80-81 сантиметр получается. И вот тогда страшно, когда стол вроде бы большой и лежит такой маленький ребенок. Тогда страшно. Внимание на экран, Трося. Первую операцию Марина Глазунова сделала своей дочке, когда ей было три года. Ей взгляд был лишь 80 сантиметров. Не больно было? Не больно было? Ага. Маленька Арина Глазунова живет в Магадане. Задля операции она долет величезную отстань. А еще будешь операцию ставить? Еще будешь? Хочу уже спокойно поехать на мой отпуск, и я так вот. Марина Глазунова пишется тем, что одного разу решила делать дочке операции. Я не думала, что мы пойдем сейчас. Вы приехали из Магадана? Да. То есть 11 тысяч километров для того, чтобы действительно сделать эту сложную операцию? Ну, мы в Киеве сделали уже 4 операции, да. Послушайте, а какой сейчас рост у Арины? 130. На сколько сантиметров она подросла? С операции на 23. Если бы, ну, если без операции, 107. Сейчас бы, наверное, были бы. Как вы все-таки приняли это решение сделать операцию? Решиться? Честно говоря, я не думала. То есть с трех лет, когда вот я все узнала, что с трех лет доктор берет на операцию, мы с трех лет стали делать операцию. И сейчас она чувствует себя уверенно. Мы занимаемся и танцами, и в художественной школе занимаемся, и в первый класс мы идем. Но мы-то идем с ростом 130 в первый класс, а не с 90 сантиметров. Я считаю, это этого стоит. А рост Арины сейчас совпадает с ростом сверстников? У нас сверстники меньше есть, есть больше. Есть такие, как она. Арина, скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Моя мечта будет все это сделать, все эти операции, а потом уже быть свободной, и ничего уже это не помнить, все это забыть, и уже спокойно радоваться жизни. Итак, наша героиня Марина снова и снова отправляет свою дочку на операционные столы, потому что довольна результатами первых операций. Арина растет, и это мама радует. Но в то же время, конечно же, маленькая Арина довольно устала за последнее время от этих болезненных процедур. И сейчас мечтает только об одном – побыстрее об этом, обо всем забыть. Расправиться и, как она только что сказала, стать свободной. Марина, но вы ведь понимаете, что по большому счету Арина лишена детства? Ну, вы знаете, дело в том, что первый этап – это первый этап – это у нас голики, бедра и руки. Мы сделали за 20,5 года. В 3 мы года начали, и в 5,5 мы уже были свободны. Мы также поехали на море, и два раза мы также отдыхали. То есть ребенок ходил в садик, и сейчас мы начали второй этап только в 8 лет. То, что подается коррекции, я считаю, нужно делать, потому что этот диагноз коррекции поддается. И в основном сейчас только оперативным путем. Если, в принципе, можно это сделать, я считаю, что это надо обязательно делать. Сейчас мы вам покажем то, что приходится терпеть Алине ради того, чтобы вырасти хотя бы на несколько сантиметров. Эти кадры, ну, не для слабонервных. Итак, удлинение ног – это очень сложная хирургическая операция. В ногу человека вставляют спицы, на которые крепят металлические кольца, затем кость распиливают, и кольца раздвигают по 1 мм в сутки. За одну такую операцию ноги можно удлинить на 16 сантиметров. Лечение занимает не меньше полугода. Наташа, вы готовы к такой операции для своей малышки? Я это уже все видела в интернете пару раз, навіть. И навіть еще страшнее, я уже это все видела. Ясно, что не мою мартузьку маленькую жалко, но, как нужно такое, то и на такое пойду. То есть вы согласны, что вот ей так будут спилить кости? Ну, так это не она одна. Да, это много таких людей, и много делают такое. Причем здесь много людей? Она у вас ваша дочь, а не много людей. Ну, у нас, например, еще тоже знакомая одна есть. То она дочку свою, ну, сказать, выросла такими операциями до 1,49 м. И дочка учится, ну, в престижном вузе. Мает хлопца. Скажите, а вы все время ставите в примеры деток, которым делали вот эти вот операции. А вы знаете людей, которые счастливы с этим, ну, с этим диагнозом, да? Не, ну, эта девочка, что мне рассказывает, что она счастлива, я говорю, до мамы, почему-то мне больше не сделала. Не, а которым не надо было делать операции, которые социально активны, социально успешны. Я вот знаю очень многих таких людей, да. Ну, то я не против тоже. Ну, я знаю, я тоже не против, но... Просто мне кажется, вы очень мнительная женщина. Вот вы не знаете, можно и так, или лучше так. Вы знаете, вот вам переставили три корзины, и вы не знаете, откуда взять лучше. А что ваш муж говорит по этому поводу? Вот мне кажется, он более решительный человек. Просто он четко взял, да поехал. Вот что он говорит? Ну, он согласен так своей дочери пилить ноги, как вот только что показывали. Я знаю, что это очень дорогая операция. И я знаю, что это, конечно, дает полноценность ребенку. Но это также очень больно. Я бы приняла такое, как есть. Но понимаете, ну вот в истории Натальи, и, наверное, меньше в истории Марины, хотя, возможно, в такой же степени, есть одна проблема. Мама не может смириться с диагнозом ребенка и не принимает самого ребенка в том состоянии, в котором он был послан судьбой. Вот это, наверное, самое главное в этих историях. Или я ошибаюсь, Женя? Да, я согласна. Мы когда воспитываем ребенка, да, мы даем ему максимум. Вот есть, ну как, есть потребность у ребенка в любви. Мама любит своего ребенка безусловно, безусловной любовью, такой, какой он есть. И если мама не дает вот эту любовь, она ставит какие-то условия, чтобы у тебя там ножки были длиннее, там худее ты была или еще что-то. У ребенка как уходит вот почва из-под ног. Это мамина любовь, это основа. И если мама не любит, тогда появляется очень много комплексов. Понимаете, не факт, что если вы удлините ножки, удлините ручки, у нее не останется этих комплексов. Она все равно что-то будет потом удлинять и что-то будет все время в себе менять. Все равно вот это личностное непонимание, непринятие своего тела, оно останется. Вот в чем проблема. Марин, вы согласны с этим? Я хочу сказать о том, что, ну, как любая мать, она ищет для ребенка, как ему будет лучше. Я думаю, что здесь все, ну, то есть мамы приняли своего ребенка, такого, какой он есть. Но просто если есть возможность улучшить его, то они это сделают. Есть же человек, у которого нет и рук, и ног, и при этом он один из известнейших ораторов. Ник, да, Ник Валмичин. Да, который живет в Австралии, он известнейший оратор, который поддерживает таких людей. Он объездил весь мир, занимается там кучей видами спорта, а у него там всего лишь одна нога с двумя пальцами. И это не мешает быть ему счастливым. Да, и он счастливый, у него даже жена есть. Ларис, вы ведь работаете на самом деле и с такими детишками, и с такими мамами. Вот скажите, пожалуйста, позиция Наташи, она стандартна для позиции мам с необычными такими детками? Я хочу сказать, что любая мама хочет хорошего своего ребенка. Но она, понимаете, она переживает, как все обычные люди, при потере какой-то мечты, она переживает те же самые стадии. И у нее точно так же есть потеря мечты, то есть она просто не справилась с этим. И у нее вторая стадия – это чувство вины. И вот из чувства вины, которое может волнами быть, оно может быть волнообразной, оно может делать для своего ребенка, кажется, хорошие вещи. Вот по поводу чувства вины и понимания вообще ситуации, что нужно сделать? Давайте вот практично. Ну, по сути, конечно, очень нужна и психологическая помощь на самом раннем этапе. И это любой практически маме нужно, потому что каждый раз мама встречается с какими-то новыми вещами, а мама на самом деле оставлена один на один со своей проблемой. Да, но ведь в роддоме вам ничего не сказали, когда родилась малышка? Ничего не рассказали, ничего не посоветовали? Или все-таки там были какие-то консультации у вас? Мене отправили до Львова, до Лотоцької на УЗД, а потом меня отправили на генетичную консультацию. А психологическая помощь была? Не-не. То есть сейчас этот важный аспект психологической помощи о раннем вмешательстве, тогда, когда на самом деле очень-очень сильно нужна маме вот эта маска кислородная, которую бы ей просто дали, в котором бы она могла ощутить и начинать жить и строить по-новому, начинать принимать и начинать строить жизнь по-новому со своим ребенком, радоваться успехам ребенка, и радоваться успехам именно такого ребенка, какой он есть, вот это действительно очень важный аспект, которого просто не хватает. Дети-карлики, принять или ломать, вот тема нашей сегодняшней программы. Наша первая героиня Наталья совершенно не знает, что делать с дочкой, которая родилась карликом. Она ведь сейчас страшнейшая, я даже это все его делаю. А что ваш муж говорит по этому поводу? Мне кажется, он более решительный человек. Ну, он согласен так своей дочери пилить ноги, как вот только что показывали. Наша вторая героиня Марина утверждает, что проблему можно решить. Быть свободной и ничего же, это не помнить, все это забыть. Если мама не любит, тогда появляется очень много комплексов. Но какое будущее ждет на самом деле вот таких вот детишек, если отказаться от лечения вообще? Давайте-ка я вас познакомлю сейчас. Вас, Марина, и всех наших гостей и зрителей с другим нашим гостем, героиней. Это тоже мама. У нее есть сын, правда, не такой маленький, как, к примеру, у Наташи и у Марины. Он уж совсем взрослый. Но все-таки эта женщина однажды для себя решила. Все нужно оставить так, как есть. Встречайте, пожалуйста, Ирина Сасина. Ирина, что вы почувствовали, когда вам сказали, что ваш ребенок не будет больше расти? Первоначально, наверное, как у всех мам, это был шок. Но я сейчас больше шок испытала, услышав мнение двух других мам. Внимание на экран, друзья. Когда сыновой Ирины Сасине выполнилось три года, он перестав расти. Батьки хлопчика с жахом приняли эту новину, но быстро взяли себя в руки. Я поставила себе цель любыми путями, любыми способами, но все-таки, чтобы он шел дальше, развивался и полноценно вливался в общество. Ирина зазнается, что чужие люди частенько допытывались, что же стало с ее сыном, почему он такой маленький. У матери всегда находилась ответа для допытых, потому что мало их. Я говорю, Ростик, ты понимаешь, там, где большой высокий человек не пролезет, ты уже все, нырнул, пусть они тебя догоняют, а не ты их. А вы сказали, что вас шокировали о мнении Наташи и Марины. Вы что имели в виду? Вы у своей дочки украли детство, а в дальнейшем и здоровье. Вас, Наташа, Бог наградил, но никак не обделил. И радуйтесь тому, что он вам дал. Это самое главное. Потому что большое количество операций, оно не восстанавливает здоровье, а добавляет только хлопот и в дальнейшем ухудшает ситуацию. А в чем она ухудшается, скажите, пожалуйста, после удлинения ног и рук? Как вы думаете, в каком состоянии после такого количества операций будет у девочки сердце? А при чем здесь? Дело в том, что сейчас совершенно другие наркозы. Дело не в этом. Вы сказали, что я своего ребенка украла детство. Да, оно у вас все время в гипсу, все время в операции. Какие гипсы? Вы вообще знаете, как вообще делается операция и в каком она гипсу, как вы говорите? А вы у своего сына тогда украли жизнь. Я? Потому что вы не сделали то, что могли сделать. Вы уверены? Да, да. Так, давайте немножко успокоимся и попробуем разобраться. Ирина, значит, вернемся все-таки к вашему сыну. Какой рост у вашего ребенка, у вашего сына? У моего ребенка сейчас рост 96 сантиметров. И вы довольны? Да. Ну, извините. А почему однажды вы все-таки решили, что ничего делать не нужно? Почему? Потому что я просто, в принципе, был сделан прогнозом. Данное, скажем так, заболевание никогда не даст идеальности, то есть с костями, с хрящевой системой. У каждого индивидуально. У одного операция пройдет хорошо, у другого она может закончиться не очень, скажем так, хорошо. И это был сделан прогноз для каждого. И мы это понимаем и осознаем, в принципе, все. В дальнейшем, скажем так, все-таки сердце будет посажено операциями такими количествами. Не только из-за операции, а самим болевым шоком ребенка и восприятием. Итак, что делать, друзья, если ваш ребенок родился необычным? Принять или все-таки попытаться изменить его судьбу? В нашей студии сегодня героини, которые приняли решение. И кто-то решил составить все как есть, кто-то не останавливается на операциях, а кто-то еще только думает, что же делать и как помочь своей малышке. Но правильно ли эти решения? И что скажут дети потом? Скажут ли они спасибо своим родителям? Тут два разных взгляда на ситуацию. Дудина говорит, что это две крайности. Вот смотрите. Тут можно эту ситуацию принять как то, что вот это дал Бог, вот так есть и так будет, и с этим жить. Либо же воспринимать это... Мы не знаем, как правильно. Либо же воспринимать это иначе, как болезнь, которую можно и вполне реально вылечить. Я могу сказать, что касается общества, да, просто все у нас принято из советских времен нормализация, нормализация, нормализация. И часто приходят родители и говорят, ну отличается же от нормы. У нас привыкли накладывать на человека определенную рамочку, все, что выходит за эту рамочку, обрезать. Вот. И, к сожалению, поэтому иногда общество становится жестоким и немилосердным. И когда видят необычных таких людей, по-странному реагируют. Но если бы с самого детства эти дети были вместе, если бы они были всегда включены в какие-то общие социальные программы, в детские сады, школы и так далее, то это было бы как обычно. Потому что вы говорите, вы были в обычном Лондоне или в той же самой Америке, где дети с рождения находятся рядом друг с другом, и они воспринимают себя по-человеческим, духовным качествам, а не по-физическим. Отличаешься ты от нормы или нет? Поэтому тут вторая сторона. Если мы все-таки всех будем по-тотально нормализировать, то есть риск того, что наше общество останется жестоким. Да, Марина, прошу. Я думаю, что это очень важно, растить ребенка в обществе, там, где все нормальные, ну то есть не как мы привыкли говорить нормальные. То есть там, где все обычные люди, дети, то есть, допустим, в школу ходить обычную, то есть не отделяет ребенка в какой-то интернат, там, где он будет отдельно от мамы и папы, и в каком-то интернате, как у нас раньше делали, допустим, да. Если что-то с тобой не так, значит, тебя в школу тебя не берут, допустим. У нас тоже очень, ну, как бы это проблема в том, что школа не хочет брать такого ребенка. Как это значит не хочет? Он что, умственно отсталый, как бы, не такой, как бы, просто у него нет руки, нет ноги. Но это же не говорит о том, что он не может учиться со всеми одинаково. Нет, все правильно, это психологическая составляющая, все правильно. Но мы сейчас, смотрите, ведь очень важный вопрос. Вот, вот, мама на распутье, лечить это, либо не лечить? Но если смотреть на это как то, как на заболевание, которое можно вылечить, почему ему не вылечить? Ну, подождите, ну, вот Ирина... Она не лечится, вы поймите правильно, это заболевание не лечится. Что-что? Это заболевание не лечится. И то, что вот на данном случае была сделана операция, в принципе, я считаю, что это косметическая операция. Это изменение внешнего вида. Скажите, пожалуйста, а как вы объясняли своему сыну, что вот он не такой, как все? Это было самое тонкое. Я ему объясняла, я говорила так, Ростик, ты выделяешься среди всех и радуйся тому, что ты такой тут. Все люди одинаковые, а ты уникальный, ты один такой. Но, слушайте, Ирина, и все-таки я не оставляю мысли о том, что вы как бы пустили своего Ростика так вот в свободное плавание. Будь как будет просто. Нет, я не в свободное плавание пустила. То, что касается его физического состояния здоровья, мы пролаживали максимальное, скажем так, что в наше время и в то время и сейчас. Реально мы поддерживаем его состояние здоровья. То есть ему, получается, раз в полгода прокапываются препараты, которые поддерживают хрящевую ткань. И, скажем так, это нормально, работает хорошо, он ходит. А психологически, эмоционально ему не тяжело? Ему? Это воспитание, это подходы к жизни. Это, скажем так, я подвела его так, чтобы он вливался в общество, чтобы он не только физически, а чтобы он адреналин людям и свою позитивную энергию дарил. Не просто взглядом и на него обращали внимание. Вот так вот, вот. А, вот ты посмотрел. Привет, здоровка, тебя зовут. Вот. Папа Ростислава, ваш супруг Ирина сегодня не смог приехать к нам в студию, но мы записали с ним небольшое интервью. Внимание на экран. Поначалу я был подавлен, потом просто я пришел к тому, что надо что-то чисто воспитывать в нем. Поднимать, как говорится, духовные, моральные качества человека. Это в первую очередь. Ну, я считаю, как вот, для человека это надо, чтобы он был, как говорится, морально-духовно подкованным. Он, чтобы не чувствовал в себе, как говорится, никаких комплексов. А Рост как нормальный обычный человек. Я ему просто говорил, что ты лучший, у тебя лучшие качества. И развивай свои лучшие качества. Никогда не комплексуй. Женя? Здесь в основе идет то, что семья является как маленький социум, да? И то, как к нам относятся родители, мы потом себя так позиционируем и в социуме. Вот когда, вот я думаю, здесь тоже мама очень любит своего ребенка, да? И может быть, как раз вот эти комплексы, которые там могли возникнуть, они уйдут, даже сделав операцию, не сделав операцию, это не важно. Здесь мама показала, как правильно относиться, да, в процессе воспитания к уникальным людям. Вот. Она показала, что он уникален, что у него есть определенные способности, которых нет у других людей, да? То есть она дала ему возможность принять себя таким, как он есть, в своем лице. Ну, вот, как бы, мама молоденькая. Значит, дети-карлики, принять или ломать, и вот тема нашей сегодняшней программы. У нас в студии сегодня женщины, гости со своими конкретными историями, и каждая история-то разная. Но всех этих женщин объединяет одно, одна проблема. У каждой из них, у детишки маленького роста. Вот, Юлия, давайте, можно ли исправить это? Прошу вас. Нет, к сожалению, исправить это, сказать, что можно вылечить болезнь, нет, нельзя. Нельзя, потому что это нарушит ген. Ген сейчас вылечить нельзя. Да, действительно, есть сейчас огромное направление в генетике, которое называется фармакогенетика, которое изучает то, как можно повлиять на ген, чтобы только его скорректировать. Сейчас я веду к тому, что ахондроплазия – это название симптомов, но это не название одного мутантного гена. Если мы обследуем каждого ребенка, каждого человека с ахондроплазией, у него могут быть разные мутации. Значит, смотрите, раз уж мы затронули тему генетики, то мне хотелось бы вот что отметить. В Драгобыче, откуда наша главная героиня Наталья, там ведь не единственный случай рождения вот такого вот ребеночка с маленьким ростом. У близкой подруги Наташи, у вашей соседки, ребенок с таким же диагнозом, да? Внимание на экран, друзья. Мы легче пережили то, что она не будет рости, потому что нас нас страшило тем, что она не будет хорошо развиваться, разумов. И мы начали бороться за интеллект, там, таблетки, лекарства, уколи. И у нас эта проблема с ростом не дійшла на другую планету. Вы плюваете, подожди, как я нарубила, тетя? Вставай, вставай, а ну вставай. О, видите, как она встает? Что она такая мала? Что она такая мала? Что она у вас не ростает? И такие, ну просто люди, они не умеют правильно задать вопросы. Не бывает такое нерозумение. Эти случаи что, стали чаще в нынешнем мире? Понимаете, не то, чтобы чаще в мире. Есть понятие носительства мутантного гена. То есть нормальный ген доминирует над мутантным. И носитель этого мутантного гена совершенно нормальный. То есть вот как родители, как нашей героини все. Почему в Драгобыче эти случаи стали действительно очень частыми? Больше носителей, больше стало носителей замкнутое пространство. Чаще вступают в браки, возможно, очень дальние родственники. Но мутантность гена сохраняется, и это стало чаще проявляться в поколении. То есть это немножко замкнутое, нету прилива разнообразия нового генотипа. То, что говорили, да, вот какой-то новой кровей. То есть если бы, например, Наташа выехала во Львов, и, возможно, там нашла себе пару... Так тихо, у нее уже муж есть, куда ей надо ехать. И ребенок уже народился. Все уж, что вы. А пока я хотел бы пригласить в студию нашу гостю. Хотя она здесь уже в студии, но она считает, что именно мама своим нежеланием менять жизнь дочери, собственно, испортила ее судьбу. Это Валентина. Пойдемте, пойдемте туда, ко мне. Пошли. Так, так, ну куда мы сядем? Давайте сюда сядем, да? Так. Так, Валечка, это дочка, да? Да. Так, и сынуля, двигайся. Значит, а что не так сделала ваша мама? Вы действительно на нее в обиде? Не, ну я в обиды не имею, но просто было предложение, чтобы сделать операцию, ну так, на вытяжку костей, но она просто отмолилась и побоялась. Давайте послушаем сейчас вашу маму. Внимание на экран. Сначала я переживала, а потом, так, как все, как все мамы, любила, воспитывала, учила, боялась трошки так. А чего боялась? Ну, думала, может, повредит физически, ножки, ручки. Скажите, Валя, я знаю, что вы были замужем, у вас есть двое замечательных детишек, сын, дочка, а что с мужем? Ну, муж бросил, ушел в чужую семью, сказав, что ему стыдно земное жить. Ну, у вас же двое детей, ты его не остановила? Ну, ну все равно. А он какого роста, муж? Метр шестьдесят пять. Ну, тоже невысокий, не гигант, ниже меня. Как я. Скажите, Женя, а это вот не такая психологическая проблема? Будь у Валентины действительно счастливая семейная жизнь, она бы, собственно, и не думала по поводу этих операций, и маме бы не пеняла на то, что она ничего не сделала тогда в детстве? Вы знаете, ну, это вопрос, мне кажется, очень женский. Да, если у тебя есть поддержка, если у тебя есть муж, то как-то уже все остальные проблемы как-то отходят на второй план, и с ребеночком уже намного легче, да. А когда муж уходит, когда нет вот этой поддержки, этого сильного плеча, то хочется как-то, ну, все проблемы ложатся на одну женщину, да. То сразу же появляется, то есть, почему обидеться, да? Почему вот поднять вот эти вот какие-то там детские обиды на ту же маму, да? Вспоминать вот эти вот какие-то отчуждения в обществе. Не, ну, я на нее не обижаюсь. Ну, про общество я говорю, не только про маму. Не, я благодарна, что она меня, ну, выховала, она меня не сдала в детский дом, хотя и папа от меня отказался, но она выбрала меня, и я ей благодарна за это. И благодарна Богу. Значит, Валечка, пойдемте, я вас провожу. Пойдем, малышка. Пойдем, моя хорошая. Ой, в зал туда пойдем опять, да? Вот где-то. Тут сидела, да? Ну-ка, давай, садись. Итак, что делать, если у вас родился особенный ребенок? Как научиться жить с этим? И стоит ли на самом деле пытаться изменить то, что дала вам природа? Но прямо сейчас появится человек, который полностью, возможно, изменит ваше отношение к этой проблеме. Потому что для него это проблемой вообще не является. Рост нашего следующего героя всего 96 сантиметров. Встречайте, пожалуйста, ростик. Привет. Здорово. Рад видеть. Давай. Главное. Скажи мне, пожалуйста, что ты чувствовал, когда понял, что больше не будешь расти? Да как бы не проблема. Можно минусы привлечать в большие плюсы. Внимание на экран, друзья. Ростик – единственная дитина в семье. В связи с ним о хворобе своего сына батьки воспринимали не как трагедию, а раньше – как выклик. Ну, он чисто хорячий позитив. Ростик – найменший у святі ведучий вечерок. Клуби, дискотеки, друзі, дівчата. Його життя комусь здається святом. Але це лише одна частина його життя. Это не зависит, большой ты или маленький. Если ты в реале что-то хочешь, то ты этого можешь достичь. Нині Ростислав хочет здобути другу вищу освіту. Финансы и кредиты будем ломать систему. Мировую. Вот так вот. Ну вот, собственно, друзья, и раскрылась интрига. Оказывается, Ирина мама Ростика. Ну, теперь понятно, что у такой мамы такой сын. Скажи, пожалуйста, ну, давай вернемся в детство. Как тебе родители, как мама, в частности, рассказывала тебе о том, что вообще ты будешь маленьким, и к этому надо готовиться? Да никак, я сам практически готовил. Мама как бы преподносила это, скажем так, помягче, а я уже по жизни уже как-то сам развивался, и некоторые вещи сам понимал. А ограничения только, как бы, существуют только в голове. Ну, наверняка, ведь, было тяжело. Не все же люди воспринимают это адекватно и правильно. Ну, отчасти надо быть самому немножко неадекватным, чтобы воспринимать это нормально. Но ты же ведь не сразу к этому пришел. Ты, наверное, пришел через какие-то, через какую-то боль, обиды, разочарования, так? Ну, бывало временами, но, как говорится, было, да и прошло. Неужели тебе было легко там в детском саду, в школе? Ну, вообще, я был немножко так, как говорится, оторви и выкинь. Поэтому, как бы, у меня проблемы, ну, были проблемы, я же говорю, было, да, прошло, все. Ну, что ты проделал, что значит, что оторви и выкинь, что ты проделывал там? Ну, в детском садике я своих сочечников то кубиком кину, то голову ничьянно чем-нибудь разобью. В семь лет у бабушки, в семь лет у бабушки ничьянно сеновал, спалил. Нечаянно? Ну, да. Ира, а вас часто в школу вызывали? Да. Да. И что? Что говорили? Ну, урок срывал. Да, уроки срывал, скажем, неординарный подход, как-то пытались, чтобы я на него морально повлияла. Не воспитала, вот, в плане, потому что он все-таки в классе он создавал положительную такую энергетику. Вроде бы это устраивало учителей, но тоже шабушность вот эта вот... Или чтобы гомонило. Да, да, да. Слушай, ну неужели в твоей жизни никогда не было такого, что кто-то обидел? Вот что ты делал в такие моменты? Ты оскорблялся, уходился, или в Дракуле... Ну, в Дракуле-то можно тоже полезть, как бы, я же говорил. Минусы можно превращать в большие плюсы. Если, вот, допустим, чем-то обидел, ну, извиняйте, как бы, детей дальше потом не будет. Я думаю, кто-то, кто повысил... То есть на Одессу? На Одессу? Ну, колокольчики больше извинять не будут, скажем так. Рождество закончилось. Да, да, да. Вингл-белл. Скажем так, вот, если даже обида, но в первую очередь, как бы, мы все люди, как бы, живем в развивающемся мире, как бы, можно ответить, как бы, культурно, то есть, как бы, перевести это все на слова. Но если не помогает, то уже, если человек не понимает, то его проблемы. Вечерний звон. Да, вечерний звон в колокола. Скажи, пожалуйста, если бы не родители, ты был бы таким? Родители, как бы, дали такой толчок, что нет никаких препятствий. Вижу цель и, как говорится, дальше. Угу. Все. Ограничения, я же говорил, только здесь. И как ты все-таки стал этим, ведущим вечеринок? Ну, как все знакомства начинаются с бутылки. Вот так вот, вот и началось. Угу. Вот, это был какой-то праздник, соседа мы отдыхали в общежитии, ну, решили пойти, ну, пришли, у нас в общежитии студенческий диско-клуб когда-то был, вот, ну, пришли, потом на следующий день утром проходят с кофе, ребят, пойдемте поговорим. Ну, так и так, ребята, а не хотите попробовать? А почему бы бы нет? Угу. И вот с их времен постепенно-постепенно и понеслась. И донеслась, Марика-то. Ну, я думаю, это как бы не предел совершенствий. Сколько человек живет, столько человек и развивается. А для вас, Ирина, это было чем-то таким неожиданным, когда сын пришел и сказал, что... Да подожди ты минуту. С сыном пришел и сказал, мама, теперь я жгу. Да, абсолютно. В ночных клубах. За деньги. За деньги же. Ну, конечно, за деньги. Я знаю, что это у него не предел. Его возможности. Чем дальше, я думаю, тем лучше будет. А каким вы видите, кстати, будущее своего сына? И весь в татуировках. Это же не профессия. Это хобби. У него очень обширный диапазон. И он может быть и финансистом, и аферистом, и кем захочет. Мы хотим помочь нашей героине Наталье сделать как можно более правильный выбор. Наталья, на самом деле, чуть-чуть даже стеснялась собственной дочери. Вытягнула болезнь 17 сантиметров. Это фантастика. Но это также очень больно. Вот я вам клянусь, я уже три раза почувствовала себя дураком. Но какое решение примет Наталья, все это зависит только от нее. Это говорит Украина здесь, на телеканале Украина. Реклама прошла, и мы снова в эфире вместе с вами. Спасибо, что вы остались. К нам на программу обратилась Наталья Васильевна. Наталья. Наша героиня не знает, что делать с маленькой дочкой, у которой сложный диагноз, потому что врачи сказали, что дочка навсегда останется маленького роста. Наталья написала нам с просьбой о помощи. Мол, что делать? Вот сегодня мы и разбираем сегодня ее историю. И вроде бы Наталья уже сделала выбор, и все-таки есть сомнения в правильности этого решения. Так какое же будущее будет у этой малышки? Какое будущее ее ждет? И это, конечно, очень волнует сегодня Наталью. Мы здесь, друзья, для того, чтобы помочь ей определиться с правильным решением. Слушай, Ростик, ну вот когда люди приходят на твои концерты, на твои выступления, ты же, в принципе, понимаешь, что они приходят посмотреть на твой рост. Тебя это не смущает? Ну, меня это не смущает, как бы за плечами уже объезжено самостоятельно. Слышал, что у кого-то там проблемы с транспортом, там еще с чем-то проблемы. Я объездил за 6 лет, как бы, по работе в ночных клубах более 150 разных городов. И даже вот недавно я летал за полярный круг абсолютно сам, без чьей-либо помощи. Ориентировался сам по аэропорту, по перемещению, по всему остальному. То есть для меня это проблем никаких не составляет. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, я боюсь на самом деле представить, что ты прошел для того, чтобы вот действительно сейчас здесь сидеть, спокойно об этом рассуждать. Словно тебя совершенно это не трогает. Нет. Но ведь это все со временем пришло. А что тебе позволяло с этим справляться? Вот, наверное, про это. Что мне с этим помогало справляться? Да. А что мне с этим жажда развиваться, скажем так? У кого-то жажда там в одном, в другом, а у меня жажда развиваться. Почему стоять на одном месте? АПЛОДИСМЕНТЫ Если на тебя люди на улице реагируют неадекватно, что ты им отвечаешь? Как у нас принято, либо на три веселых, либо еще что-нибудь. Мы пообщались с другом, Ростика Михаилом. Внимание на экран. С Ростиком у нас свела клубная сфера, поэтому я его заметил как энерджайзера такого. И он причем не сам по себе только энерджайзер, но еще и может зарядить окружающих энергией. Руки поднимаем! Семец, 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 семец! Давай! Кто сказал, что роботы не живые? Роботы живые! Вы бы видели, я смотрел на маму. Мама цвела в этот момент. Вы бы видели, как она горда за него. Это фантастика. Фантастика. Ростик, а как с личной жизнью? По секрету или прямо? Намехать. Он себя сделал. Вот, понимаете, вот этот человек реально с помощью мамы, вот это действительно человек, который себя сделал, которого вообще не свернешь. Которого надо учиться. У которого нужно учиться. Как с девушками-то? За неделю или за месяц? Давай за неделю, если есть чем хвастаться. Три. Три за неделю. А вот такой вопрос. Это так... Вечта в соломку у вас сколько? Скромнее. А вот постоянная девушка есть? Рано пока. Не нагулялся. А сколько тебе лет? А сколько дашь? Пять тысяч евро. Говоришь, я на базаре, на привозе. Сколько есть, все мое. Ир, ну как вот, на самом деле, вы знали о такой бурной личной жизни Ростика или он сейчас хорохорец сидит? Я его девушек серьезно не воспринимаю. Почему? Ну, я знаю, это не серьезно. Потому что я как мама, наверное, чувствую, что это не его. И временное. А когда должно быть его? Вот что его должно быть? Жизнь покажет. Он преподнесет. Вот удивительная позиция мамы, понимаете? Возможно... Нет, ну, нет, так не все мамы. Никак все. Все мамы так. Нет, Жень, совершенно не как все мамы, простите. Удивительно мудрая позиция мамы, которая поставила своего ребенка в жизни так, что он на самом деле здесь сидит и имеет право... Свободен. Да, он свободный абсолютно. Он имеет право быть этим свободным, он чувствует себя свободным. Поэтому и... Свобода, да. Да, здесь очень много, и при этом как бы у человека есть все время желание развиваться. Мне кажется, это от мамы все-таки пошло. У мамы такой есть заряд, и вот видно, что и у сына. Наташа, а что вы думаете о Ростике? Он мне все равно понравился. Он такой жизнерадостный. А что значит все равно? Вот что значит все равно? Ну, говорю, что он классный, зато все самое главное, что в середине, да. Вы имеете в виду, все равно понравился, то есть чем-то он вам, ну, чем-то он плох, но все равно понравился. Или мог не понравиться. Не, ну я скажу так, если он найдет свою девушку, и он может с ней жить, может он живет. Он реально. Нет, вы понимаете, что самое смешное? Самая дочка такая будет. Вот смотрите, вот можно? Да, конечно. Вот Ростик, иди сюда. Вот посмотрите. Иди сюда. Вот я вам клянусь, я уже три раза почувствовал себя дураком. Вот вы понимаете, вот, как говорится, большая разница, но у него в личной жизни значительно все лучше, чем у меня. Ну, теперь-то вы понимаете, что счастливым человек может быть, и будучи маленького роста, не обязательно удлиняться. Вы теперь, вот, ваша позиция изменилась? Ну, я как, ну, я знаю и эту уже историю, и ту, и я, вы знаете, я, наверное, свое мнение сделаю, когда ей будет пять лет, шесть, мы будем все смотреть по ходу. Если надо, будет ей такая операция. А до этого, как вы будете относиться к своей дочке? Ведь это очень важно, что до этого ребенок будет чувствовать? Что значит до пяти лет? Ведь до пяти лет вы должны ее любить. Самое главное не делать с детьми инвалидом. Мечка. Слушайте, ну вот понимаете, вот Ростиков и в этом абсолютно прав. Все наши проблемы, они вот здесь. Да, в голове. Да, Жень? Да. Конечно, они создают все вот эти вот проблемы, создают все комплексы. Любить и с какими, какие они есть. Я просто хотела сказать, что когда Наташа зашла в эту студию, она была очень расстроена, у нее текли слезы, да, у нее была вот эта безысходность. Но при этом сейчас, когда ей показали, что жизнь этих людей достаточно счастливая, человек светится, как будто ей дали добро. Можно эту девочку воспитать счастливой. Да, Лариса. Мне хочется сказать, что по поводу выбора, все равно каждый делает свой выбор. И повлиять на него или не повлиять мы как-то не можем. Но я знаю, что вы самая лучшая мама на свете. И что вот мама тоже сидит, мама этой девочки, она тоже самая лучшая на свете. Потому что каждая мама, она для своего ребенка хотела бы добра. И, конечно, очень трудно, когда всякие поступки и принимаются решения с чувства вины, вот это нужно точно отбрасывать. И нужно здраво всмыслить, свесить все, потому что ребенок может быть счастливым и без операций, и несчастным при миллионе операций. Вот. Мы не можем спрогнозировать его судьбу, но любить его, безусловно, принять его, это каждая мама может. И это вы самые лучшие мамы вообще, которые могут быть. А можно мне слово? Да, конечно, давай. Вам крупно скажу так, по сути и по факту. Повезло. Объясняю, почему. Вы обратились в передачу, где психологи, генетики и различные люди вам дают советы. А когда я родился, это были очень трудные времена для нашей семьи. Для нас много кто отвернулся. И родители со мной как могли, так крутились, а так и выживали. Вот и все. И просто радуйтесь, что вы сюда попали, и то, что люди вам подсказывают. Итак, все наши сегодняшние программы «Маленькие люди» принять или ломать. К нам на программу обратилась Наталья Васильевна из Дорогобыча. Наталья не знает, что делать со своей дочерью, которой врачи поставили страшный диагноз. Нас интересует, в частности, ваше мнение на этот счет и ваши советы, уважаемые телезрители. Может быть, у вас есть, что сказать, Наталья? Тогда милости просим на наш интернет-сайт. Оставьте там свои комментарии, свои советы, свои пожелания. Все это очень поможет Наталье определиться со своим выбором. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я сейчас еще вас с одной нашей героиней хотел бы познакомить. Это Надежда. Пойдемте. Вот сюда садитесь, пожалуйста. Надь, вы слушали наших героев, истории наших героев. Какая позиция вам близка? Я бы лучше выбрала делать операции, потому что для меня эта операция много чего дала. Дуже много. Дала быть сильной, уверенной, верить, ставить свои достижения. И теперь я смогу сама, самостоятельно, сама заходить в транспорт. Самостоятельно могу ходить по магазинам, самостоятельно ходить в школу, самостоятельно делать все сама, самостоятельно. И для этого я решила все же таки сделать эти операции. А сколько операций вы перенесли? Я перенесла три операции. Три операции? Первая на голове, вторая на руках и третья на бедрах. Надя, это было ваше решение или родители? моё. Батьки сказали, вы решили, ты уже доросла, ты должна вырешить. Я вырешила, что нужно сделать. И я теперь лежу в куль. Как вы себя сейчас чувствуете? Дуже впевненно и я себя очень радостно. У меня настолько появилось пожелание до всего, до всего. Я себе в моем будущем стать олимпийской, паралимпийской чемпионкой поплавой. Так как я до всего занималась плаванием. Закончить добрую школу, вступить в университет и быть счастливой и стремиться до всех других целей. Я очень счастлива. Давайте сейчас посмотрим, какой вы были до операции. Можно, да? Внимание на экран, друзья. Какой рост у вас был? Я ишла до операции, у меня было 116 сантиметров. Зараз 139. Вытягнули мне 17 сантиметров, еще я подросла на 5-6 сантиметров. Ого. А до этого я росла 1-2 сантиметра. Дуже мало. Вы ведь благодарны, очевидно, родителям, что они вам дали выбор. Да. Я очень рада, очень спасибо своим родителям, спасибо своему лекару, которые мне помогли это сделать. И очень спасибо всем моим друзьям, близким, которые мне помогли, собрали и деньги, и поддержку, чтобы все получилось. Наденька, прошу вас. Спасибо огромное. Вот все-таки, а ведь нужно же ребенку предоставить выбор? Да, конечно, нужно, она чувствует себя более уверенной именно из-за того, что она сделала сама этот выбор, потому что в нее поверили, ей дали возможность решать свою судьбу самостоятельно. Это ток-шоу «Говорит Украина, друзья». К нам на программу обратилась Наталья из Драгобыча. Она очень тяжело переживает, что ее дочка никогда не вырастет. Ей так сказали врачи. Вы у своей дочки украли детство, а вы у своего сына тогда украли жизнь. Сегодня у нас в студии, как вы заметили, мнения уже разделились. Одни советуют делать операцию для малышки Наташи, другие советуют прежде всего работать над собой, принимать и любить своего ребенка. можно эту девочку воспитать счастливой. Самое главное не делать с детьми инвалидом. Но изменит ли мнение нашей главной героини Натальи после одной встречи, когда она знает всю подноготную всех этих операционных хирургических вмешательств. Я хочу пригласить в студию нашего уважаемого гостя, человека, который готов помочь Наталье. Встречайте, пожалуйста, врач Виталий Ветлич. Здравствуйте. Прошу вас. Итак, вы есть тот врач-волшебник, который делал операции нашим героем? Да. Скажите, пожалуйста, почему так мало врачей делают такие операции? Потому что эти операции очень опасны? Нет, они опасности никакой не представляют. Они просто сложны. Очень мало в мире клиник, которые занимаются профессионально этими вопросами. Скажите, пожалуйста, вот у нас наша главная героиня. Никак до сих пор не может все-таки определиться окончательно, что делать с малышкой, которой поставили очень сложный диагноз. Вы можете еще раз его назвать? Ахондроплазия? Да, это видно по ребенку. Я такого ребенка увидел, и можно сразу поставить диагноз по лицу. А давайте сейчас малышку пригласим в студию, да? С бабушкой. Как бабушку зовут? Мария, Мария. Мария, приходите же, пожалуйста, и давайте наконец-то увидим, ради кого здесь собрались. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А можно ли действительно этому ребенку помочь? Естественно. Но не в этом возрасте. Так. Операцию мы начинаем с трех лет. Ага. За редким исключением у нас есть практики и два с половиной года, и два года. Но скажите, как врач, все-таки может быть резоннее действительно подождать взросления ребенка, чтобы он сам сделал выбор? Нет. Это ошибка. Дело в том, что в возрасте 3-4-5 лет можно сделать намного больше и менее болезненно, чем в более старшем возрасте. Сегодня у нас в студии действительно прозвучали совершенно разные точки зрения. У каждой нашей героини есть свои истории, свои убедительные доказательства своей правоты. и они сегодня эти доказательства здесь представили, равно как высказались и наши уважаемые эксперты. Но, Наташ, я хочу, наверное, вам свой вопрос задать. Если лечение не поможет и ваша дочка не приведи Господь, оставится маленькой, что тогда? Мы будем ее любить, какая она будет. Это говорит Украина. Об этом сегодня не могли молчать сегодня. Спасибо, что вы сняли. Спасибо огромное всем.